Сирийский диктатор Башар Асад находится с визитом в Москве, куда он прибыл для встречи с Путиным. Также в переговорах участвует турецкая делегация. Кремлевские СМИ назвали главной темой переговоров нормализацию отношений подконтрольной Асаду части Сирии с Турцией. Интерес Турции в нейтрализации курдского движения на северо-востоке Сирии. Асад стремится восстановить контроль над северо-западом страны, крупнейшим городом Идлиб. Его контролирует группа Хаят Тахри Рашан, которая пользуется поддержкой Турции. Именно в этом регионе сосредоточились мусульмане со всей страны, которые бежали от террора асадовских спецслужб и добровольных помощников Шабиха. Асад не является самостоятельным игроком и полностью зависит от поддержки Путина. Кремлевский диктатор пытается играть роль посредника, наладить диалог между Раджепом Мердоганом и своей сирийской марионеткой. Тем самым показать Западу, что попытки международной изоляции России безуспешны. Получит ли Асад контроль над северо-западом Сирии зависит не только от Турции, но и от позиции Запада, считают эксперты, комментирующие переговоры в Москве. В Оманском заливе проходит учение военно-морских сил Ирана, Китая и России. Ранее военное присутствие Китая было зафиксировано во время гражданской войны в Йемене. Тогда китайский десант эвакуировал дипломатов своей страны. Пекин с середины 20-го столетия пытается закрепиться на юге Аравийского полуострова через кредитование властей Йемена. Советские военные советники работали на юге Аравии в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Иран пытается усилить свои позиции в регионе и рассматривает Китай и Россию как партнеров в совместном противостоянии Западу и прозападным режимам Аравийского полуострова. В оккупированном Крыму очередной приговор мусульманину. Амитхан Абдулвапов получил 10,5 лет колонии строгого режима якобы за принадлежность к, в кавычках, террористической организации. Речь об организации Хизбут Тахрир, которую в России более 20 лет назад за закрытым заседанием Верховного суда признали террористической. В последнем слове Абдулвапов просил отпустить его домой и подчеркнул, что не имеет отношения к терроризму. Похоже, хизбы в Крыму закончились и там начали паковать всех подряд. Подтверждением тому – обыск у гражданского журналиста, крымского мусульманина Ролана Османова. Его задерживали раньше за участие в уличных акциях протеста. Во время обыска за требование предъявить документы его ударили по лицу. В Польше суд вынес первый приговор за пособничество аборту. Женщине, которая выслала беременной таблетки для прерывания беременности, суд дал 8 месяцев обязательных работ. Считается, что в Польше одно из самых жестких законодательств в отношении незаконного прерывания беременности. В государстве традиционно сильны позиции католической церкви, которая выступает против абортов. В то же время в этой стране миграционная политика в отношении мусульман остается дискриминационной. Большинству беженцев-мусульман отказывают в статусе беженца. Тех, кого на родине преследуют диктаторские режимы, по стандартному обвинению в причастности КГ, Польша содержит в красных робах по образцу Гуантанама, а перевозят таких заключенных скованными по рукам и ногам. Как сообщила наша программа, Польша выдала по запросу таджикских спецслужб гражданку этой страны, Негору Саидову, вместе с новорожденной дочкой. Таджичку осудили на 8 лет по сфабрикованному обвинению. И первый приговор в России за поджог военкомата. Суд приговорил 22-летнего жителя Подмосковья по трём статьям Уголовного кодекса к 13 годам колонии. Ему инкриминировали вандализм, теракт и призыв к терроризму. В первые дни войны в Украине он поджёг военкомат в одном из посёлков и в надписи на стене пообещал ад тем, кто начал агрессию в Украине. С тех пор в России регулярно поджигают военкоматы. Это была повестка для Умы. Мировые новости глазами мусульман. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Субтитры создавал DimaTorzok